Решение о разработке нового автомобиля, да еще и не производившегося до этого времени типа, принял генеральный директор АЗЛ Коколомников. После нескольких лет работы в Министерстве автомобильной промышленности СССР он вернулся на завод. С подачей конструкторов решено было расширить производственную программу универсалами повышенной вместимости, мини-венами и микроавтобусами. Они же должны были стать первыми в стране грузопассажирскими и грузовыми автомобилями с передним приводом. Министерство утвердило техническое задание, согласно которому новые разработки получили отраслевые индексы. Таким образом, мини-вен Москвич 2139 и микроавтобусы АЗЛ К3733 были официально включены в перспективные планы развития завода. В первой половине 80-х годов в бюро художественного конструирования БХК АЗЛ К пригласили Александра Кулыгина, конструктора из Ухты. Несколькими годами ранее он заявил о себе двумя оригинальными самодельными автомобилями. Сначала это был вездеход Ухта, а затем эффектная спортивная панголина. Кулыгин пригласил на завод и несколько своих земляков, помогавших ему строить самоделки в Ухте. Вот Кулыгину Александру и поручили сделать эскизный проект универсала повышенной вместимости. Александр Кулыгин выполнил задание, изготовив из пластика макет в масштабе 1 к 4. Внешне похожий на настоящий автомобиль со стекляным салоном, полностью воспроизведя все основные детали интерьера и внешние световые приборы. Макету был присвоен индекс АЗЛК-2131. У макета могла открываться торцевая багажная дверь, а внутри для наглядности поместили макет холодильника. Вместе с мини-ваном Кулыгин смастерил и аналогичный пластиковый макет седана. Эти изделия в течение нескольких лет заводские дизайнеры демонстрировали на выставках, но форма кузова первого универсала повышенной вместимости не обладала запасом новизны. При проектировании следующего, уже полноразмерного макета универсала повышенной вместимости с условным названием Круиз, Кулыгин и его товарищи создавали форму кузова с нуля. Дизайн круиза вполне соответствовал моде 80-х. Посадочный макет строили отдельно. Автомобиль получил три ряда сидений, которые легко снимались и переставлялись. Переднее кресло, в том числе водительское, можно было развернуть задом наперед, а средний ряд сложить в походные столики. Предусматривались и необычные решения вроде изменяемой длины подушек сидений. На какое-то время работа по этому автомобилю была остановлена, но в 1987 году к работе над мини-ваном приступили вплотную. В середине 80-х годов на АЗЛК произошли большие кадровые перестановки. Сначала сменился главный конструктор завода Ткаченко. На его место пришел Сорокин. Ушел с завода автор первых макетов универсала повышенной вместимости Александр Кулыгин. Товарищ Кулыгина по Ухте Константин Грамотский всегда мечтал работать конструктором на автозаводе. Когда основатель и многолетний лидер Бюро художественного конструирования АЗЛК Игорь Андреевич Зайцев покинул завод и перешел на работу в Союз дизайнеров, созданный в период перестройки, Сорокин назначил громадского новым начальником Бюро художественного конструирования. Начало разработки автомобиля АЗЛК-2139 Арбата относится к 1987 году. Александр Евгеньевич Сорокин, опытный дизайнер, предложил собственный вариант экстерьера будущего автомобиля. Поэтому первый ходовой макетный образец универсала повышенной вместимости получил совсем иную, чем у круиза, форму кузова. Изготовить пластилиновый макет в масштабе 1,5 Сорокин поручил своим самым опытным коллегам по БХК Рутюняну и Елбаеву. Комбинацию приборов разработал художник-конструктор Титов. Арбат стал первым прототипом, целиком созданным силами Бюро художественного конструирования фактически без участия конструкторского бюро кузовов и общей компоновки. Это стало возможным после того, как по воле Коломникова в Бюро художественного конструирования открыли хорошо оборудованный модельный участок. Официально проект курировал бывалый заводской кузовщик Анатолий Иванович Веселов, но он занимался в основном оформлением документации. Фактически ведущим конструктором нового автомобиля стал Константин Громадский. В разгар проектирования мини-бана, когда приходилось работать сутками, он и несколько его товарищей, еще не получивших квартир в Москве, переселились из комнат заводского общежития в помещение Бюро художественного конструирования, где спали на раскладушках, расставленных прямо среди макетов и худовых прототипов автомобилей. За макетом в масштабе 1 к 5 последовал чертеж, на основании которого были намечены сечения наружных панелей кузова. Пространственную скорлупу выклеивали из узких параллельных полосок пенопластовых шпангоутов, дальше изготавливались алюминиевые шаблоны и поверх пенопласта протягивались поверхности из гипса. Получившийся макет был разрезан на отдельные элементы, боковины, капот, двери, крышу, бамперы. Они послужили матрицами для изготовления контрформ, в которых потом выклеивали соответствующие стеклопластиковые детали. Сложный и трудоемкий процесс отработки полного комплекта оригинальных деталей, прежде всего кузовных, и изготовление худового образца, занял около полутора лет. Конструкция кузова Минивана была каркасно-панельной, в основе стальной остров, несущей пространственный каркас. Все наружные панели пластиковые. Для Минивана КБ двигатели предоставил одну из карбюраторных модификаций мотора перспективного семейства АЗЛК2-1414. В 80-е годы шла активная работа над этими двигателями. Строились и испытывались рабочие образцы. Карабку передач, приводы ведущих колес, рулевое управление и стойки передней подвески взяли от серийного «Москвич-2141». При объеме 1,8 литра он развивал мощность 95ЛС. Для существенного увеличения грузоподъемности пришлось проектировать оригинальную заднюю подвеску. Внутренние агрегаты были полностью позаимствованы в модели «Москвич-2141». Автомобиль получил салон-трансформер с поворачивающимися передними сиденьями с регулируемой длиной подушек, многофункциональный руль, электронную комбинацию приборов. Готовый «Миниван-Москвич-2139» был сдан 31 декабря 1987 года, но этот вариант не считали окончательным. Необходимо было оценить достоинства и недостатки автомобиля нового типа и наметить дальнейшие направления его совершенствования. Альтернативный проект «Минивана» руководство завода решило создавать при участии итальянской дизайнерской фирмы «Гарнито», который АЗЛК выдал четко сформулированные технические условия. Группа конструкторов завода во главе с Константином Грамотским отправилась в Италию строить посадочный макет интерьера. Партнеры прислали в Москву натурный пластиковый макет экстерьера, внешне практически неотличимый от настоящего автомобиля. Он был изготовлен в необычно короткий срок, как будто готовый проект «Минивана» лежал у итальянцев в запасниках. Совместными усилиями был изготовлен посадочный макет, но в СССР его так и не привезли, а похожий на автомобиль макет экстерьера потом пришлось вернуть в Италию его авторам. Создавали его в качестве концепт-кара. Однако планы производства «Минивана» действительно существовали. Производить «Миниваны» планировали в городе Сухимичи Калужской области на заводе автоматических линий, вошедшем в мае 1989 года в состав производственного объединения «Москвич». О машине в начале 1990-х широко описали в прессе.